Приветствую всех на своем канале. Сегодня я вам говорю для меня Машка. Буду как светить солнышко. Хочу показать вам, какие прекрасные цветы при свете солнца. Они аж повышают настроение. Глаза любуются ними и очень прекрасный вид. Смотрите, какой этот кот. У него цветочек восковой. Такой плотный, плотный. Он цветет очень долго. Открывается вот так, красивенько, нежненько. А потом такой большой цветок получается. По сравнению с вот этим цветком, дикий кот огромного размера. Он где-то сантиметров 11 у меня, 12. А вот это я вам покажу сейчас. Миничка, которую я пересаживала в прошлый раз. Тоже на солнышке покажу ее, как она смотрится. Смотрите, как она прекрасно себя чувствует. Это бабочка. А вот вторая миничка в одном горшочке. У нее, смотрите, начал желтеть нижний листочек. Когда я сажала, здесь был один маленький фласочный листочек. И он, когда я его сняла, он оказался мокрым. И вот это подозрение пошло дальше. Дальше, видите, начал желтеть листочек. Сейчас будем рассматривать. Главное теперь, чтобы не было там, не появилась никакая чернота. Этот листочек тоже нужно снять. Сейчас попробуем. Нет, снимай орхидеечку. Но у нее все хорошо. Смотрите, начали увеличиваться корневожка. А вот это, по-моему, цветонос, мне так кажется. Вот, там зеленый корешочек. Нету черноты никакой не вижу. Она хорошо себя чувствует. Мне так нравится этот мелкий цветочек бабочка. Видите, какая красивая. Она до конца не хочет открываться. Я думала, она откроется и будет показаны такие лебесточки. Но она немного скрытая бабочка. Открываться никак не хочет. Уже неделю стоит и не открывается. Может, она так и будет. Но прелестное растение. Здесь колода светится на солнышке. Она темная-темная, как чернильная. И с белым язычком, восковая. У нее тоже проблемка. Были цветоносы. Такие бутончики продолжали. И уже набухли. Вот-вот должны были распуститься. И ни с того, ни с сего она их сбросила. Отсушила. Отсушила я знаю чего. Я приоткрыла окно для проветривания. Чуть-чуть щелочка была. И с окна отсюда воздух пошел на нее. Ей это не понравилось. И она все сбросила. А наверху у меня растет дендробиум. Сейчас я его спущу ниже. Я вам обещала показать цветение этого дендробиума. Смотрите, какой он красавчик. Я думала, это будет белый расцветать. У меня в одном горшке растут два растения. А, посмотрите, какой красивый. Чернильный. С полосочкой. Ну, распустил только два-три цветочка. К сожалению, они долго не цветут. Как дикий кот. Ну, очень красиво. Еще он какой-то такой нежный запах издает. Совсем нежнятинка. Хочу рассказать немножко о дендробиуме. Как я за ними ухаживаю. За ними ухаживать намного легче, чем за фаленопсисом. Видите, какой корешок вышел воздушный. У него корни слегка другие. Им не нужно прозрачный горшок. Можно в темном горшочке. Даже в керамических они хорошо растут. Дендробиум с вот этих бульб старых, которые отцвели. Второй раз цвести он не будет. Даже не ждите от него второго цветения. А бульбы срезать не нужно. Просто из-под старой бульбы растет новая. Молоденькая. И вот с молоденькой начинают пустить. Данный вид дендробиума пускает стрелочку. И на стрелке вот такие вот цветочки. А есть дендробиумы, которые в пазухах цветочки пускают. В пазухах листиков. Но они на старом тоже не цветут. Так, поливаю. Поливаю я сверху горшка. Как обычное растение. Не замачиваю. Просто наливаю в пол горшка. И внизу у меня остается всегда вода. В данном случае растение выпило водичку. Можно поливать. Корешочки мы с вами видели. Какие они в хорошем состоянии. Прекрасны. Но что-то цвет не передается. Этого дендробиума. Я же хочу вам показать цвет. Посмотрите, какой он прелестный. Красивый такой, замечательный. Все цвета радуги на нем. Вот какой он красивенький. Он темнее еще. Вот эта серединочка темная-темная. Не могу я вам передать. Камера искажает все. Я думала, на солнце будет хорошо видно. А оно и на солнце не видно. А ну вспышку включу. Вот фонарик я включила. Вроде бы немного видно. Посмотрите на эти нежняшкины полосочки. Сказочный цвет. Необычной красоты. Такое растение стоит держать. Ради получения удовольствия от этого маленького цветочка. Но он не маленький. Он хорошенький. Сантиметров, наверное, 7. Вот. Вроде бы все рассказала дендробиума. А, не рассказала, в какой почве он у меня растет. Он у меня посажен. Смешанный грудь. Там на дне керамзит. А сверху кора. И прикрыта мхом. Вот даже мох из лесу. Свеженький. Зелененький когда-то был. Ну, уже, конечно, поменял свой цвет. И он очень прекрасно себя чувствует. Наращивает очень хорошо массу зеленую. В данный момент видно, вот как он хорошо себя чувствует. Молодые тоже пускают веточки. Вот видите, это тоже молодая. С молодежью он будет цвести хорошо. Старые я не обрезаю. Стволики. Вот это я не очищаю. Пускай будет. У него вредителей нет. Все у него в порядке. В общем, это замечательное растение. Самое легкое, которое можно, оно даже легче, чем фаленопси, зацветает в наших квартирных условиях. Оно цветет, это растение цветет каждый год. Каждый постоянно цветет. Чтобы не было такого момента, чтобы оно отдыхало там или что. Все время выбрасывает цветочки. Вот через время посмотрим, с вот этих пойдет. И белоснежный здесь начнет цвистеть. Здесь два растения я покупала в уценке. И теперь очень рада этими прекрасными цветами. На этом будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Кому интересно о реанимашках, пожалуйста, смотрите следующее видео. В следующем видео я все расскажу и покажу, как я наращиваю корневую систему практически с нуля. Это мои реанимашки. И так же дождемся следующего видео. Всем удачи, всем пока. Пахучие такие. Пахнут, слушайте. Шкала покрошена. Ну, вот три ножка. Извините, не стану. Цвета же сделала. Много тоже цвета. Кого ты сделал, покажу. Пахнут, не станут. Яré, яござирай.